Редкие автомобили. Канал, на котором обозреваются малоизвестные модели мировых автопроизводителей. Хоть и первоочередным направлением канала является описание исключительно легковых автомобилей, по просьбе зрителя в этот раз будет сделано исключение и впервые рассказано о более крупном транспорте, а именно о фургонах. Также впервые будет рассказано не об одной модели, а о всей марке в целом. Итак, данный выпуск будет посвящен LDV Group Limited, британскому производителю фургонов, чья штаб-квартира находится в городе Бирмингер, Англия. Короткая история LDV началась в апреле 1993 года. Поначалу новообразованная компания называлась как Leyland Dove Vans. Однако уже в январе 1994 года название сократили до аббревиатуры LDV. LDV в основном производила доступные с различными модификациями и спецификациями панельные фургоны, пикапы и микроавтобусы. Одним из первых продуктов компании была серия фургонов, производимых на одном шасси, пилот и конвой. Основными клиентами LDV были крупные британские корпорации, такие как многонациональная почтовая и курьерская компания Royal Mail, британская транснациональная электроэнергетическая и газовая компания National Grid и многие другие организации общественного обслуживания. На протяжении 90-х, начала 2000-х годов продукция компании, в общем-то, пользовалась умеренным спросом на внутреннем рынке. Сама компания без особых проблем продолжала свою деятельность. Следующим шагом компании стала представленная в конце 2004 года абсолютно новая линейка фургонов Maxus. Спроектированная совместно с южнокорейской автомобильной компанией Deo Motors новая серия малотоннажных автомобилей, оснащенных дизельными двигателями с системой непосредственного впрыска топлива Common Rail, поставляемой итальянской компанией VM Motory, в целом получила хорошие отзывы и хорошо продавалась по всей Великобритании. Но затем начался период перепродаж. Сначала в декабре 2005 года LDV была куплена американской частной инвестиционной группой Sun Capital Partners, в результате чего компания LDV подверглась финансовой реструктуризации. Уже спустя всего полгода, 31 июля 2006, LDV была приобретена российской группой GAS. Тогда для управления бизнесом и расширения производства на заводе LDV в Бирмингеме путем добавления новых линеек и выхода на новые рынки в Европе и других странах были назначены бывший исполнительный директор европейского подразделения Ford Мартин Лич и бывший исполнительный директор AT-карни Стив Янг. ГАЗ планировал экспортировать наработки LDV в Россию и начать производство Максус у себя на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде с первоначальным объемом в 50 тысяч машин в год. Возникали даже идеи экспортировать ГАЗ Максус в Австралию. Однако из-за серьезной мировой рецессии 2008 года и отсутствия долгосрочных инвестиций производство было приостановлено в декабре 2008 года. В итоге все привело к тому, что 15 октября 2009 права на интеллектуальную собственность были проданы китайской фирме Экоконцепт. Сама компания LDV прекратила свое существование. В августе 2010 года Экоконцепт продала права на производство Максус китайскому государственному производителю автомобилей Сейк Мотор. Таким образом, с марта 2011 года изначально спроектированная компанией LDV линейка коммерческих фургонов Максус стала производиться уже в Китае. На сегодняшний день единственное, что осталось от LDV это название Максус, использующийся дочерней компании Сейк. Максус 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 Субтитры создавал DimaTorzok